Обмен 35 на 35. Самолеты из Киева и Москвы одновременно вылетают навстречу друг другу. В московском аэропорту Внуково борт встречает съемочная группа ВГТРК. Операторы, руководитель агентства России сегодня Дмитрий Киселев и телеведущая Ольга Скобеева. Спецборт авиаотряда России, который сегодня утром вылетел из Борисполя, приземлился в Москве. Посмотрите, это Кирилл Вышинский, который только что, спустя полтора года, наконец-то в России. Кирилл, дорогой, я тебя поздравляю. Обнимая коллегу, бывшего главреда РИА Новости Украины, телевизионщики уходят с посадочной полосы. Кирилл Вышинский 413 дней провел в тюрьме по надуманным обвинениям, фактически за свою профессиональную деятельность. Вышинский единственный, кого встречают, о ком подробно рассказывают российскому зрителю. Остальные молча спускаются по трапу, им не дают слова и не называют по имени. С тяжелыми сумками спускаются они на родную землю. Через некоторое время, я думаю, и журналисты смогут с ними пообщаться. Ведущие журналисты, не попавшие в круг избранных, и сами до конца не понимают, что происходит в аэропорту. Комментируя обмен в прямом эфире, они говорят о родной земле и соотечественниках. Хотя в самолете прилетели как минимум 12 граждан Украины. Российский борт был специально отправлен за нашими соотечественниками. Поговорить с вернувшимися не получается. Журналистов к самолету не подпускают. Встречать удерживаемых на Украине российских граждан к воротам столичного аэропорта Внуково пришли десятки журналистов. Они плотным кольцом обступают выезд с правительственного терминала. Четно пытаются заглянуть внутрь. Вот сюда прибыли российские преступники и коллаборанты, которых Кремль отправил воевать против Украины. Атмосфера встречи тут и в Киеве очень разная. А еще кто-то говорит «мы один народ». Субботним утром российский президент празднует День Москвы. Его украинский коллега лично приветствует каждого, кто выходит из самолета. В Киевском аэропорту собираются не только официальные лица, но и родственники, и десятки журналистов. Домой из российской неволи вернулись 35 украинцев, среди которых политзаключенные Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Евгений и Артур Пановы, Эдем Бекиров, Алексей Сазанович, а также захваченные Россией возле Керченского пролива 24 украинских моряка. В Украине «Возвращение» транслируют в прямом эфире, на телеканалах и в социальных сетях, причем СМИ всех политических направлений. Самый известный из узников – Олег Сенцов. О нем говорят больше всех, но зрителю напоминают и об остальных. Годы плена отразились на лице у каждого, но сразу после возвращения на родную землю освобожденные украинцы строят планы на будущее. В отличие от российского федерального телевидения, звучат в Украине именно тех, кого передали России взамен. Фамилии большинства освобожденных вряд ли что-то скажут широкой аудитории. Обрати внимание на фото, которое выложила в твиттере руководительница пропагандистского канала «Раша Тодей». Стертые лица у всех, кроме Вышинского. Оно и неудивительно – это реальные преступники, предатели. В 2014 году Владимир Цемах руководил подразделением ПВО боевиков и, по его собственному признанию в телеэфире, прятал российский комплекс «Бук», из которого сбили малазийский «Боинг». В Россию полетел бывший переводчик, экс-премьер-министра Владимира Гройсмана Станислав Кижов. Его в Украине обвинили в госизмене. России передали также Евгения Нефедова, фигуранта дела о беспорядках в Одессе в 2014 году. На фото был замечен и россиянин Седиков, воевавший на стороне ДНР. В Украине спорят о том, стоило ли отдавать русским свидетеля по «Боингу» и задаются вопросом, на каких условиях произошел обмен. В России заявляют, что, выдавая своих граждан, Украина нарушила собственную конституцию. Но ни одного имени, кроме Вышинского и Цемаха, в эфире не звучит. Субтитры создавал DimaTorzok